Бобина обязательно должна крутиться. И мы подошли к самому главному, сколько же все-таки наматывать нужно лески. Вот вам наглядный пример намотки на прямую шпулю. Есть правильный вариант и два неправильных. Как это исправить, давайте разбираться. Друзья, всем привет! Начинаем готовиться к первым выездам. Кто-то уже открыл сезон, кому-то все это дело предстоит, но надо обязательно подготовиться. И сегодня у нас видео будет на тему, как намотать монолеску, плетенку или нанофил на разные формы шпули. Как это сделать правильно, я вам постараюсь сегодня в этом видео подробно рассказать. Так, ну первое, что нам нужно сделать, это снять старую леску со шпули. Как это сделать? Способов достаточно много. Первое и простое, это вот так вот вручную мы снимаем нашу леску. Есть специальные электронные инструменты, с помощью которых вы просто зажимаете леску, нажимаете на кнопочку, и она у вас сходит со шпули за считанные секунды. Можно прибегнуть к устройствам, таких как шуруповерт или пылесос. Даже можно вообще несколько шпуль сразу выставить, да, связать в один узел и просто одним нажатием высосать все это дело. Вот, но что делать, когда вы находитесь на рыбалке и нет этих инструментов, и как правило у нас есть только канцелярский ножик, которым мы обрезаем бойл. Можно леску срезать, но делать это нужно очень аккуратно, маленькими слоями, скажем так, по одному, 2 мм. Сначала надрезаем, аккуратно не повредив бортик, нужно до него не доходить. И вот видите, он уже сразу так вот несколько лесок сходит. Затем к нижнему борту обязательно поставьте новое лезвие, чтобы нож хорошо резал, ни в коем случае вы не повредили саму катушку. Всю леску сматываем до бэкинга. Что такое бэкинг? Бэкинг это так называемая подмотка, да, это ненужная старая леска, которую вы наматываете определенное количество на новую шпулю. Желательно, чтобы она была такого же диаметра, как и основная леска, которая будет намотана сверху. Ловите на 0,28, ну, значит и бэкинг желательно иметь тоже 0,28. Если это фидерная рыбалка и нам нужно намотать плетенку, значит мы подматываем леску как можно меньшего диаметра. Ну, допустим, у меня под 0,12 плетенку леска 0,2-0,23 мм. Сколько бэкинга наматывать? Если у нас есть две шпули, то это вообще все делается очень просто. Мы сначала на первую шпулю наматываем основную леску, а сверху уже доматываем бэкинг до нужного нам уровня. Затем все это просто перематываем на вторую шпулю. Получается все задом наперед, бэкинг у нас под низом, а основная леска до нужного уровня сверху. Перематывать леску нужно, поставив шпулю вертикально на какую-то плоскость, чтобы витки сходили вверх, а вы под постоянным натяжением наматываете ее на основную шпулю. Можно воспользоваться ватным спонжиком, заодно протрете леску. Но, когда вы будете наматывать бэкинг, обязательно считайте либо обороты, либо поставьте счетчик, потому что, когда вы перемотаете, у вас останется одна пустая шпуля. Но зато у вас будет уже информация о том, сколько намотать оборотов бэкинга на вторую шпулю, чтобы добавить основной лески, и они получились одинаковой намотки четко до края бортика. Как правило, карповые лески продаются в больших бобинах по тысячу-полторы тысячи метров. И некоторые еще производители сразу ставят метки каждые 250 метров. Это очень облегчает задачу. Не нужно считать никакие счетчики, обороты вешать, умножать передаточное число на количество оборотов. Это, конечно, огромный плюс. И получается, что одной этой бобиной вы сразу можете намотать на 4 шпули под 250 метров. Если речь идет о фидеринге, то здесь, как правило, вся бобина, плетенки 100-120 метров, сразу наматывается шпулю, а снизу бэкинг. Даже если вы решите поменять плетенку с 0,12 мм до 0,14, то это сильно на объеме не скажется. Но если вы подготовили бэкинга под леску, допустим, 0,28 мм, а затем ее срезали и решили намотать лески 0,23, вы должны понимать, что объем будет меньше, и у вас уже до нужного уровня леска не дойдет. Поэтому бэкинг нужно будет настраивать заново. Из рекомендаций могу сказать только одно. Перед тем, как наматывать леску, посмотрите вокруг, какие у вас водоемы, какие условия ловли, куда вы будете чаще всего ездить, на каких дистанциях ловить, и либо вручную подписать на внутренней части шпули, либо какие-то условные обозначения, либо разные изоленты наклейте. Допустим, у вас будет одна шпуля 0,23, на нее можно намотать и 0,24, там частично 0,25, а вторая, допустим, 0,3 под 0,28, и тогда у вас будет закрыт весь диапазон, вам не придется каждый раз перематывать бэкинг, настраивать. Как именно наматывать леску, я делал отдельно видео с несколькими способами, но сейчас пришел к выводу, потому что самое оптимальное, это либо, первое, просто бросить шпулю в какую-то емкость без воды, потому что если наматывать с водой, это мы уже проверили на кастинге, леска начинает впитывать, и затем, если она тем более долго стоит, вы не пользуетесь, она начинает деформироваться, сжиматься, видимо, из-за того, что постепенно высыхает. И второй способ, это использовать приспособления специальные, которые крепятся либо на удилище, либо каким-то плоскостям, и вы уже наматываете под постоянным натяжением. Это, конечно, очень удобно. Но самое главное, не наматывайте, чтобы у вас леска выходила сбоку. Бобина обязательно должна крутиться, либо по часовой, либо против часовой стрелки, это не принципиально. Если вы посмотрите в инструкцию к любой катушке, там будет подробная иллюстрация, как правильно, а как нет. И мы подошли к самому главному, сколько же все-таки наматывать нужно лески. Начнем с того, что существует несколько видов формы шпуль. Первое, это цилиндрическая прямая. Также есть конусные шпули, причем конус может быть разный в зависимости от угла. И третий, это АБС шпули, то есть с обратным конусом. Один из ярких примеров, это одна из популярных катушек сподовых, Daiwa Emblem Spot, который имеет небольшой, но обратный конус. И многие рыболовы, пренебрегая формой шпули, делают неправильную намотку. Есть универсальное правило не доматывать до верхней бортика шпули в районе 1-2 мм. Если мы посмотрим на данный пример, это конусная у нас шпули, мы видим, что здесь как минимум еще можно домотать метров 80, наверное, точно. Если оставить как есть, то добиться дальних дистанций будет тяжело. За счет того, что при вылете леска верхний бортик испытывает большее сопротивление, большее трение. Поэтому надо доматывать. Но главное не переусердствовать, потому что могут быть бороды и перехлесты. Особенно это важно при использовании плетенок, нанофила и тем более на конусных шпулях. Цепляется виток за виток и выскакивает бородой. Важно, чтобы леска ложилась равномерным слоем по всей длине шпули. И не важно, какой она формы. Конусная или прямая, либо АБС. Но чтобы этого добиться, нужно катушку отрегулировать. Сейчас практически каждый производитель в комплекте с катушкой дает вот такие регулировочные шайбы. Как правило, они от 0,25 до 0,05 мм. И если это катушка с передним фрикционом, то они подкладываются под шпульный механизм катушки. Вот вам наглядный пример намотки на прямую шпулю. Есть правильный вариант и два неправильных. Как это исправить, давайте разбираться. Первый вариант это бугор у нас в верхней части. Следовательно, нам нужно подложить шайбу для того, чтобы шпуля немножко поднялась. И траектория, по которой будет укладываться леска, изменилась. То есть часть уйдет вниз, соответственно, она должна выровняться. Сколько подложить, какую шайбу? Начинайте с тонкой и постепенно увеличивая. Возможно, понадобится даже и все шайбы подложить, которые идут в комплекте. А иногда даже бывает, что и не хватает. Но это, конечно, уже исключение. Второй вариант ровно наоборот. Когда у нас в нижней части собирается леска, а в верхней не хватает. И даже есть небольшой провал. В этом случае нужно убрать шайбы. И бывает так, что вы убрали все шайбы, но у вас все равно продолжает оставаться аналогичная проблема. В этом случае можно либо уменьшить основную шайбу, которая идет уже под шпульным механизмом основная, либо подтачивать внутреннюю часть шпуля. Но это, конечно, бывает очень и очень редко. Третий вариант намотки, когда у нас есть провалы и в верхней, и в нижней части, как вот у меня встречалось на крайней рыбалке, китайской катушке, которую я тестировал, здесь уже ничем регулировочные шайбы вам не помогут. Это, как говорится, косяк уже на стадии ее изготовления. Следующий, достаточно частый вариант, который встречается, это юбка по середине. На многих китайских катушках, на бюджетных, шимановских я это замечал. Здесь, скажу честно, ничего критичного нет. Но также регулировка шайбы вас здесь никак не спасет. Но если вам это как-то мешает, то эту проблему можно решить. Под бэкинг вы просто наматываете узкую полоску на ширину этого провала, какую-то изоленту, либо бумажный скотч. В дальнейшем, когда вы будете наматывать бэкинг, это все нивелируется, и в итоге у вас наверху будет идеально ровная намотка. И самый последний, худший вариант, когда идет вообще неравномерная намотка, буграми. На данный момент даже самые дешевые китайские катушки уже такими косяками в большинстве случаев не обладают. Ну, если вы, конечно, с такой катушкой встретились, то не знаю даже, что вам посоветовать. Выбросить, наверное, либо посмотреть. Возможно, какие-то узлы просто расшатались, и выскочил подшипник на ролике лесоукладывателя. Вот, друзья, мы, в принципе, рассмотрели все основные варианты намоток. Соблюдайте главное правило, чтобы у вас равномерным слоем укладывалась леска по всей длине шпули. Второе, это чтобы леска сходила правильно с бобины, у вас в дальнейшем не было ни перехлестов, ни каких бород при выбросе лески. Ну и чтобы леска была свежая и не подвела вас в нужный момент. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, эта информация будет вам полезна в новом сезоне. Желаю всем огромных трофеев. Всем пока.